В кафе по пропуску. С 1 июля поужинать можно только при наличии сертификата или QR-кода на портале госуслуги о вакцинации. Сегодня вступил в силу указ главы Чувашии о свободных от коронавируса зонах. Согласно документу, чтобы заведения общепита могли продолжить работу, все сотрудники обязаны поставить прививку. Готов ли бизнес и посетители? Татьяна Молокова прогулялась по городу и зашла в несколько кафе. Попить кофе или пообедать, как в доковидную эпоху. Никаких тебе масок, перчаток и социальной дистанции. Такой эксклюзивный ресторан. С 1 июля сделать это можно, если кафе стало фри-зоной. Попробуем попить кофе в кафе. Сегодня 1 июля. Посмотрим, как они реагируют на новые меры правительства. Издали ковид-фри от нефри никак не отличить. На входе нет никаких табличек. Внутри посетители без масок, на столах бутылки, места не занимать. В сертификат или ПЦР-тест не спрашивают. Заказ приняли. Вы даже маски не спрашиваете на входе? У нас сотрудники маска входят. То есть для нас мы обязаны сами заставлять антисептики. У нас идут журналы по уборке помещений по всяческим поверхностям. То есть у нас специальные есть эти растворы, которые мы подбираем в столы. У нас сейчас есть подготовительный период, когда мы готовимся к зоне ковид-фри. Для этого нужно, чтобы был 100% привит весь персонал. Если мы не зона ковид-фри, как в данный момент, то мы должны с сегодняшнего дня соблюдать антиковидные меры. Кафе только планирует стать ковид-фризоной. 5 июля сотрудники будут привиты первым компонентом. А здесь считают, что новый указ им не указ. Руководство сказало, что проверять сертификаты им никто не говорил. К нам пока это не относится, сказали. К вам не относятся? Да, по-разному. Но дело в том, что это касается не только тех, кто будет работать в ночное время, но и у всех. Ну, пока вот сказали, что пока только вот начнут заведения. По указу, время суток на соблюдение антиковидных мер не влияет. Тем временем, в пунктах вакцинации очереди. То есть в полную силу закон сможет заработать в лучшем случае к августу. Но некоторые ушлые предприниматели предлагают в Телеграм за несимволическую плату купить справку о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Требуют перевести деньги и указать город, дату рождения, номер паспорта и СНИЛС. Торговцы подделками уверяют, все легально с занесением в общероссийскую базу. Прокуратура Чуваши уже направила три иска в суд о блокировке сайтов, торгующих тестами и справками. Признаться честно, я думала, что кафе будут гордиться новым статусом и как-нибудь его обыграют. Например, включат в меню новое блюдо – картошка COVID-free. Но все предпочитают работать по старинке и рассчитывают на авось. Авось все рассосется и ковид сам пройдет. Татьяна Молокова, Вадим Муравьев, Республика.